Еще в начале августа начался капитальный ремонт в здании ВРКБ, где располагаются третье хирургическое, офтальмологическое и кожно-венерологическое отделения. Сейчас на втором и третьем этажах черновые работы почти завершены. Порядка 80% уже завершено. Ждем поступления вентиляции. Начинается на данный момент отделочная работа, укладка плитки, стены, снаузлов. В отделениях хирургии и офтальмологии поработали основательно. Залили новую стяжку, штукатурили стены, заменили окна, трубы, электропроводку и систему отопления. В целях перепланировки сломали часть старых перегородок и воздвигли новые. Мы постарались сделать планировку максимально зеркальной второго и третьего этажа, ну и соответственно сохранив все койки, улучшив ситуацию в операционных. Количество палат в ходе ремонта не изменится. 15 мер в хирургии и 25 в офтальмологии. Появится новый конференц-зал и палаты повышенного комфорта для одноместного и двухместного размещения с туалетом и душевой кабиной. На ремонт выделено более 10 миллионов рублей. В третьей хирургии четкое зонирование. Здесь в палатах будут лежать пациенты. Далее по коридору расположатся кабинеты специалистов, а вот там подальше – операционные. Изменения коснутся и кожно-венерологического отделения. Здесь в скором времени сделают косметический ремонт, а также откроют круглосуточный стационар на 8 коек. Изменили его статус. Это было у нас кабинетом. Сейчас это отделение и подполагаются койки не только для дневного стационара, но и для круглосуточного пребывания, что позволит нам расширить спектр оказываемых услуг в этом направлении. После завершения внутренних работ планируется привести в порядок и фасад здания. После капитального ремонта отделения оснастят новым оборудованием и мебелью. Все работы планируется закончить к началу лета следующего года. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.